Друзья, привет! Сегодня вечером, этим прекрасным зимним вечером, хотим предложить вам наше почтение венгерского супа гуляш, очень популярного блюда в странах Закарпаттии, в Украине, нашей родной и в Венгрии, в самой же где его придумали, где этот блюдо является национальным достоянием. Готовится оно из галядины, мы уже все порезали, почему я люблю резать это очень мелким кубиком, да, что говядина сама по себе. Говядины, сладкой паприки, лук, чеснок, паприка, сушеная томатная паста. Единственное, что мы вот в этом рецепте зимой не используем помидоры. Что ты так смотришь? Не используем помидоры, потому что они стеклянные, ну и смысл их класть в это зимнее блюдо. Картошечка, дальше тоже режем вот таким вот мелким кубиком ее. Давайте приступим и подробно обсудим, как мы это все будем готовить. Так, ну смотри, все компоненты я стараюсь резать примерно похожими друг на дружку, да, то есть одинаковые примерно по размеру. Мясо немножко сожмется, его жалится и будет примерно размером одним с картошечкой. Что вам рассказать про суп-буляш, да, про этот венгерский? Первый раз я попробовал его в Бальворе, уже ближе к западу Украины, ну это запад Украины, да, на самом деле. У него есть одна особенность, его когда готовят, за каждый положенный компонент в казан выпивают стопочку. Так я даже думаю, стоит нам придерживаться такой традиции сегодня? Слушай, я слюну сглатываю. Слюну сглатываешь? Да. Я просто боюсь, доживем до конца готовления этого супа, потому что компонентов, считайте, картошка раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, минимум десять стопочек. Всего лишь? Слушай, ну закопать, хотя стопочка 20 градусов считается. Форму нарезки лука в данном рецепте не имеет значения, потому что он как в плове, растворится. Так, ну и чесночок в классическом рецепте он добавляется сразу фактически к луковой пережарке, но я люблю добавлять его в конце, чтобы аромат оставался более насыщенный, более яркий и не терялся в процессе приготовления обжарки. Крошу режу, вообще пофигу как на самом деле. Что все нарезано, нарублено, давайте разогреваем казан, добавляем масло и постепенно приступаем к приготовлению этого несложного, но очень вкусного супа. Поехали, по традиции, масло. Масло, ну примерно, наверное, здесь киллитров 50 нас уходит. За него мы выпиваем стопочку. Лучок в казане, из-за него в стопочку. Стопочку. Мне нравится этот рецепт, слушай. Конкретно золотистый. Время отправлять галядину. У нас, кстати, лопатка. Немножко протушим, потому что жёстко. Мясо нужно, чтобы таяло во рту. Галядину в казане. Мы по стопочке. Время сухой паприки. Если у вас, если вам удастся найти паприку производства венгрии, будет шикарно. На полкило грамм 600 мяса. Три столовые ложки. Довольно много паприки должно быть здесь. И обжариваем интенсивно её с мясом. Ну и паприка сладкая, да? То есть не вырви глаз? Паприка сладкая, не острая. Вообще, в принципе, суп острый. Но у нас дети острые не любят, поэтому мы готовим свой вариант. Домашний без добавления жгучего перца. Смотри, пошёл очень яркий специфический запах паприки. И довольно интенсивный, такой же бордовый цвет, да, насыщенный? Ну да. Такой не знаю, видно, не видно там, хорошо накануне. Уже для паприки теперь томатная паста, да? Две такие хорошие с горкой ложки. Столовая. Если или это и помидоры вкусные, то обязательно добавляйте, конечно, ещё и два-три довольно крупных помидорчика. Так, томатная паста в казане. Рюмашку за неё. Хочу показать поближе, как получается горельно, ажайно, какими цветами, консистенция, ажайно с томатной пастой и сушуной паприкой. Смотри, всё такого интенсивного бордового цвета получается, да, такая масса у нас. Очень похоже на зирак, ловим. Сейчас добавляем тмин, за него рюмашку, солим и ещё рюмашку. Солим довольно интенсивно, довольно много. Сразу смесь получится такая кисло-острая. И потомим минут 20 до мягкости мяса. Чуть-чуть воды. И всё это волшебство сейчас, я так понимаю, тушится, да? Да, и вот заметь, почему мы обжариваем томатную пасту, да, не добавляем сразу сюда её. Потому что она меняет свой аромат. Она обжаренная, становится более томатного запаха, вкуса, цвета. Мы вставим наш суп-гуляш, вставим. Ингерский суп-гуляш. Томиться, сейчас чуть-чуть убавим огонь. Томиться будет минут 15-20 до мягкости мяса. И в этом моменте мясо протомило стало мягко. Его можно использовать как нашу привычную советскую поджарку, гуляш, да, вместе с макаровушками. Доливаем немного воды. Отправляем сюда картофель. Порезанный не очень крупным кубиком. Суп должен быть довольно густой. Одновременно и мясная основа, и гарнир в одном лице. Ну, понятно, да? Если за каждый компонент-то поступлю. Не, ну слушай, зимний вариант, на самом деле. Зимний вариант. Такой надвористый. Вот смотрите, что получается. Сейчас картошка поварится минут 10. И я после этого отправлю еще перчик. И еще минут 10 мы все это дело протомим. И супчик будет готов. Так, картошка в супе. Мы еще одна рюмочка за картошку. И ждем 10 минут. Картофель уже минут 10 булькает понемножечку. Волгарский перец. Возьмем вместе с ним чеснок. Здесь два компонента уходят, поэтому рюмочки будут две. Еще минут на 10 мы закрываем это дело. Здесь будет не лишним попробовать на соль. Как всегда идеально. Ох, ребята, чувствуете себя как человек, который хотел по всем правилам гездить суп. Гуляш. Снимаем. Казан. За это мы пить не будем. Ароматы божественные. Смотрите, как получилась густота, красота. Я не могу, конечно, что он жирный, потому что мясо не очень жирное масло, но он густой. Именно густой и сытный. Потому что здесь углеводов много. Сейчас я добавлю себе немножко перчика. Смежевого овзора. Если зелень есть и вы любите, добавляйте. Ну, мне вот суп и зелень не нравится. Я люблю его. Таких, как он есть. Мешаю. Дома.